Святогорская икона Божией Матери и икона святителя Спиридона Тремифунского, а также башмачок с частицей мощей святого из греческого острова Корфу. Эти святыни сейчас находятся в Свято-Петропавловском женском монастыре. Православные верят, что эти образы помогают защитить дом, разрешить житейские неурядицы, исцелиться от болезней и зависимости, помогут сохранить душевное равновесие и семейное благополучие. Бендеры – Свято-Петропавловский женский монастырь, в храме за здравная служба. Сейчас – рождественский пост, в это время на богослужении всегда много верующих. Они приходят помолиться и приложиться к чудотворным образам. На днях в монастырь привезли две святыни. Копию святогорской иконы Божьей Матери доставили из Донецкой области, а образ святителя Спиридона Тремифунского – из Греции. Оригинал этой иконы хранится в православной обители на острове Корфу. Там же покоятся и мощи святого. Святитель Спиридон – это очень великий святой. Он почитается христианами, наравне с Николаем Чудотворцем. Он жил в III веке нашей эры на острове Кипр. Был он простым пастухом, имел жену, имел детей. Но за свою простоту, за то, что он все свое имущество раздавал бедным и немалоимущим, Господь его наделил чудотворениями. Когда умерла его супруга, его назначили епископом Тремифона. То есть, почему он Спиридон Тремифунский. Когда он стал епископом, он не изменил свою жизнь. Он проводил такую же подвижническую жизнь и помогал всем нуждающимся. Есть много интересных историй его чудесной помощи. До сих пор ученые не могут объяснить феномен нетленных мощей святого. Они по-прежнему имеют температуру человеческого тела 36,6 градусов. Вес святого сравним с весом взрослого мужчины. У него растут волосы и ногти. Как минимум, четыре раза в год тапочки на ногах святителя приходится менять. Непонятным образом они стираются, как будто святой Спиридон незримо разгуливает по земле, помогая нуждающимся и бедным людям. О чудодейственной помощи святителя рассказывает и прихожанка Петропавловского храма Людмила. Мы забрали маму к себе в Бендеры, а в селе остался дом. Потихонечку дом стал разваливаться. А интереса никакого. Мы объявления давали по интернету, и в сельсовете знали. Все, в общем, даже никто и не спрашивал. И тут привезли, когда Мощи Спиридона Тримифунского, я мужу предложила. Говорю, давай пойдем помолимся, попросим. Знаю, что он очень быстро помогает, особенно жиловые вопросы. Мы пришли, приложились. Вы знаете, буквально дня через два я нам села звонок. И мало того, за этот дом еще спорили. Позвонилась женщина, попросила, говорит, вот если немножечко уступите, мы прямо его сразу забираем. И я понимаю, что это такая была просто скорая, быстрая помощь. Частичка чудодейственных мощей святителя Спиридона Тримифунского есть и в Петропавловском храме. Ее в специальном башмачке привезли с острова Корфу прихожане и подарили монастырю примерно год назад. Монахини хранят все это под стеклом. А сейчас башмачок установили рядом с привезенными иконами, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к святыне.